Все, запускаю запись. Все. Благословите, Владыка Святой. Бог помощь. Всех. Благословите, Владыка Святой. Бог помощь, начинайте. Со святым вечером, все честные отцы, братья, сестры, дети, кто есть возле экранов. Сегодня у нас конференция тема о батюшке Схерхиом Андрите Георгии, ныне усопшем. Для нас батюшка был и настоятелем монастыря, и духовником, и старцем. Человеком, который ввел нас в монашество, и человека, которого мы брали пример, для нас он больше, чем просто учитель. Батюшка отошел ко Господу 18 июня 2011 года. Святой мученик и апологет Иустин Философ в начале II века писал «Поэтому-то наш Господь Иисус Христос сказал, в чем я найду вас, в том и буду судить». Это из диалогов с Трифоном Иудеем. Каждому из нас приходит время уходить из жизни временной, в жизнь вечную. И окончание жизни порой показывает, каковы мы, наша жизнь, наши дела, наша душа в очах Божиих и на весах Его правды и истины. При жизни батюшка приводил примеры праведной смерти людей, которых он знал в своей жизни. Одним из старцев, глубоко почитаемых батюшкой, был архимандрит Иев Кундре. Он был для батюшки, по его словам, тем человеком, который больше всех повлиял на духовное формирование его, как монаха и священника. Именно у архимандрита Иева батюшка на живом примере научился любви к монашескому житию, жертвенности ради Господа и славы Его, служению людям. У всего духоносного старца батюшка взял образец устроения монашеской жизни общежительного монастыря. Хотя у батюшки было много примеров. Батюшка начинал больше 30 монастырей в Закарпатье, когда батюшка ушел в 12 лет в монастырь. Но вот именно по отношению к общежительному житию монашескому, именно батюшке всего больше нравился тот монастырь городыловский, в котором подвязался и руководил в то время архимандрит Иев. Перед смертью архимандрит Иев долго болел, но до конца не прекращал совершать ежедневные богослужения. И в вечер смерти он тоже готовился к литургии и причастию на следующий день. Самой достойной смертью для священника батюшка архимандрит Георгий считал смерть у престола во время богослужения. В идеале после причастия, после совершения божественной литургии. Батюшка архимандрит Иев знал о том, когда отойдет к Богу. На столике в святом углу он оставил после смерти одному из своих духовных учеников, только рукоположенному священный сан, требник с надписью на молитвенную память о покое души архимандрита Иева. На следующий день этот священник забрал, этот требник. Батюшка лично знал этого священника. Отец Сеев приготовился к причастию еще в земной жизни, а причастился уже в жизни вечной. В конце 80-х годов над могилой архимандрита Иева, как над могилой Иева Почаевского, если кто знает, Иев Почаевский несколько раз его мощи прятали от униатов, когда униаты захватывали монастырь, приходилось прятать мощи. Их просто закапывали в землю. А обнаруживали по огненному столбу. И вот над могилой архимандрита Иева тоже несколько раз видели огненный столб. После чего в присутствии священника тайно, ночью, это советское еще время было, могила была вскрыта. Тело в облачении оказалось нетленным. На момент эксгумации Оно полностью находилось в воде. В могиле было зарыто, тело обратно положено в могилу. Об этом, именно в моменте эксгумации, нам с батюшкой рассказывала родная сестра батюшки, монахиня Мария. Как я понял из ее рассказа, она лично присутствовала при первом вскрытии мощей архимандрита Иева. Ну, все вы знаете, что сейчас архимандрит Иев причислен к лику святых, имеют номинование преподобного Иева Угольского. Еще один пример из рассказов батюшки о благочестивой смерти. Такой пример великой простоты, доверчивости, именно вот как Господь говорит, аще не будете, как дети, не внидите в Царство Небесное. Один мальчик лет девяти, лет десяти, поверил доброжелателям, которые его научили простому способу обрести Царство Небесное. Прочитай сорок раз Псалтырь пророка царя Давида, и Господь возьмет тебя к себе. Мальчик поверил. Он умел хорошо читать по-церковно-славянски, в то время не все умели читать. И он, будучи юным, ему нравилось читать Псалтырь, будучи юным, он ходил читать по покойникам. И поверив в такое наставление, он прочитал сорок раз Псалтырь полностью, подготовился к причастию, и в субботу вечером родным сказал, что завтра он уйдет от них. Родные не поняли, о чем он говорил. А мальчик говорил о своей смерти, о переходе в жизнь вечную. утром пошел на литургию, причастился, после литургии вернулся домой и прилег отдохнуть. Когда его стали звать к обеду, то обнаружили, что утром отошел к Богу. еще один пример. Батюшка знал одного пожилого человека, который всю жизнь оказывал милость прохожим. Это из соседей, в общем-то, живших неподалеку от родителей батюшки. Этот человек, он был очень милостивым. Жил он зажиточно. Участок с домом лежал вдоль дороги. Дом был на возвышенности, на приличном расстоянии от дороги. В этой местности, вне поселений, земельные наделы располагаются на сравнительно равнинных участках в Межгорье. Дома расположены на большом расстоянии друг от друга. Хозяин этого дома имел большой сад, кроме того, занимался разведением свиней. С этого имел доход для жизни. У этого доброго человека было правило каждого проходящего путника привести, приветить и чем-нибудь угостить. Воду из колодца, молоко, яблоком, хлебом или кусочком пирога, как говорится в просторечии, чем Бог послал. Батюшка говорил, что удивлялся тому, как этот Божий человек узнавал о том, что мимо его дома должен пройти нуждающийся в помощи и внимании пути. Чем бы он ни занимался, какую бы работу ни совершал, он все оставлял и шел к дороге, оказываясь именно в тот момент, когда путник проходил мимо его двора. Раз, человек приглашал из монастыря монахов, чтобы они прочитали полностью псалтырь. Он верил, что таким образом через посещение его дома монахов и их молитвы сам Господь посещает его дом и освещает жилище и все дела его. Батюшка считал, что смерть этого человека была ему наградой от Господа за его истинно авраамово гостеприимство. Однажды он сказал жене, что во вторник он ожидает много гостей. С пятницы он начал готовить сам. Напек хлебов, сварил борщ, приготовил голубцы, отварил компот. Снеги было приготовлено на 200 человек с избытком. В субботу приготовился к исповеди и причастию. В воскресенье причастился, пришел домой и прилег на кушетку, которая стояла под раскидистым деревом недалеко от дома, в ожидании, когда жена позовет к обеду. Жена подошла позвать супруга к столу, а он уже отошел в вечность к Господу своему. Во вторник совершали отпевание и погребение. Действительно, много гостей пришло почтить память и помянуть этого человека, прожившего простую и богоугодную жизнь. Когда батюшка служил в селе Айкино в Коми республике, он был знаком с одной старенькой монахиней. Эта монахиня раз в полгода просила батюшку причастить. И батюшка посещал ее. Приходилось на корабле плыть в тот поселок, где она жила и навещать монахиня вела праведную молитвенную жизнь. Однажды, после того, как батюшка ее причастил, матушка попросила совершить над ней последование на исход души. На высказанное удивление она сказала, что со времени предыдущего причастия уже полгода она каждый день читает себе это последование. Без священнических возгласов и диаконских прошений. А сегодня она должна предстать пред Господом. Батюшка совершил молитвенный чен и попрощался с монахиней. Когда батюшка вышел из дома, за ним поспешно выбежал Евгений, человек, ухаживавший и досматривавший за монахиней. Он позвал батюшку назад, объявив, что монахиня Екатерина приставилась ко Господу. Еще об одном человеке батюшка рассказывал. Батюшка с очень добрым чувством вспоминал об этом человеке. Близко его знал. Простой христианин в молодости ходил шкипером по морю в Архангельске. когда батюшка с ним познакомился, ему было около 80 лет. Батюшка отмечал его скромность, смирение и благочестие. Он хорошо читал по-церковно-славянски, в свое время закончил гимназию царскую и был грамотным человеком. Еще батюшка отмечал, что при тщедушном худощавом телосложении этот человек обладал очень большой физической силой. Это было на Туровце. Однажды Владыка Исидор приехал на Волге служить в Батюшке. Обычно там дорога дальняя и обычно заранее с вечера Владыка приезжал и служил вечернюю литургию. И вот не доезжая до храма в Балочке, преодолевая речушку на подъеме, машина застряла. Все пошли пешком к храму, а старичок остался дежурить возле машины, когда придет трактор, чтобы потянуть машину и чтобы доехать. Когда все ушли, дедушка переставляя поочередно то переднюю, то заднюю часть автомобиля, передвинул машину на пригород, а сам освободил машину без чего-то либо участия. Еще с этим человеком был такой случай. За несколько лет до смерти к нему ночью зашли бесы с большой бутылкой водки. Такие раньше были 10-литровые бутыли. и стали принуждать пить, говоря, что все пьют спиртное, весь мир, чего же ты не пьешь. Так они досаждали ему почти до утра, но в своем деле не преуспели. По словам батюшки, этот человек сподобился от Господа также благочестивой и достойной смерти. После причастия он отошел на обычное свое место в храме. Закончилась служба, все верующие вышли из церкви, остались женщины, убирающие храм. Одна из них обратила внимание, что этот старичок стоит и не собирается уходить. Она подошла и увидела, что он уже отошел к Богу в вечную жизнь. человек причастился, принял Господа в себя и не выходя из храма к Богу отошел. Это тоже одна из таких благодатных смертей для христианина. По преданиям как бы просторечным человек, когда умирает в день причастия, духи злобы, как и на Пасху, не имеют власти и силы над этой душой. Поэтому умереть в день причастия это очень благодатная смерть. И батюшка всегда говорил, что смерть праведника как человека, засыпающего после труда дневного. И для себя он всегда желал именно такой смерти. Батюшка последние дни своей жизни довольно часто причащался. У постели больного ежедневно служили молебен о его выздоровлении. В последний день батюшка попросил не удерживать его в этой временной жизни вечность. А наши молитвы удерживают его. Вечером мы совершили последование на исход души. После отпуска я подошел к батюшке полусидевшему, полулежавшему на кровати, встал на колени перед ним, взял кисть правой руки дорогого отца и старца в свои руки. в этот последний момент жизни батюшки я осознал важность последнего напутствия и благословения нашего наместника, наставника, духовника для всей монастырской братьи. И как от лица всех насельников нашей обители, трижды задал вопрос о том, что нам делать, как жить после того, когда батюшка оставит нас. На этот вопрос батюшка как преподаваемое благословение трижды сказал, благословляя трижды меня, одно слово, молитесь. Все время от начала создания монастыря батюшка указывал нам на равную необходимость труда послушания и молитвы. А в последнее мгновение земной жизни он поставил молитву как главное и основное дело монаха. После сказанного напутственного благословения душа батюшки с Херхимандрита Георгия спокойно и в мире отошла к Господу. Правящий владыка Исидор не мог совершить отпевание на третий день, поэтому назначил погребение на четвертый день от дня смерти. Ночью перед днем погребения нам пришлось поправлять облачение. Я вынул из рук батюшки крест и Евангелие, спокойно разогнув пальцы. Братья приподняли тело и поправили облачение, при этом тело не было жестким, оно прогибалось. Когда батюшку снова положили в гроб, я вложил в руки батюшки крест и Евангелие, при этом спокойно сомкнул пальцы рук, фиксируя святые предметы, символы веры и священнического достоинства усопшего паспоря. Отсутствие трупного окоченения я заметил, но почему-то не придал этому значения. Осознание пришло намного позже. Даже когда Владыка Исидор после погребения сказал мне, что кисти батюшки были теплыми на момент отпевания, я с этим согласился, потому что и сам это ощутил, но отношение у меня было к этому факту как к чему-то нормальному, естественному. Только по прошествии долгого времени, вспомнив слова Владыки, я осознал необычность этого состояния тела усопшего, нашего старца. После отпевания совершенного митрополитом Исидором Кириченко в сослужении епископа Тихона Лобковского и священства гроб Стиленс и Архимандрита Георгия был обнесен вокруг храма. По завершении круга священники с гробом встали на лестнице центрального входа и стояли пока хор пел со святыми упокой вечная память и царство небесное. После окончания пения гроб поставили в микроавтобус и все кто имели возможность поехали на погребение в хутор Некрасово. на свято-георгиевское подворье те верующие кто остались в монастыре стали свидетелями необычного явления. Над лестницей ведущей в храм повисла небольшая вертикальная радуга полукругом к земле а концами вверх к небу. В это же время невысоко над землей висела небольшая горизонтальная радуга представляющая идеальный круг. По словам очевидцев эти две радуги присутствовали во дворе монастыря примерно полчаса. Явление радуги произошло при ясной солнечной жаркой погоде в час тридцать пополудни. Все присутствовавшие на отпевании погребений отмечали особую тихую радость в душе, отсутствие всякой скорби, печали и духовной тяжести. Такое вот чувство некой тишины и даже радости по усопшему бывает, когда человек сподобляется благодатной смерти. У нас было несколько таких примеров, примеров, когда мы причащали ежедневно больных людей в течение месяца и больше и человек после этого отходил ко Господу и вот люди присутствовавшие в день отпевания, погребения этого человека всегда отмечали вот такое состояние тихости. никакого скорби, печали, только некая радость. Потому что уже после смерти также люди приходящие на могилу батюшки, пока не было построено часовня, и люди которые приходят сейчас на место упокоения батюшки замечают вот это состояние как тихости. и те, кто знали батюшку и приходили к нему на прием, они говорят, что вот это состояние нежелания выходить из кельи батюшки, а слушать его, вроде уже все сказано, вроде надо выходить, но очень не хочется. И вот это состояние присутствует в часовне батюшки, как будто батюшка живой и присутствует с нами вместе. По моему мнению, Господь сподобил отца нашего с Херхимандрита Георгия блаженной и праведной кончины, какой жила батюшка всю свою многотрудную подвижническую жизнь. На этом сегодняшняя конференция окончена. Простите за то, как получилось все. Может, что-то я не так сказал. Прошу извинить. На этом закончим. Отецар, мы благодарим вас и действительно важно на охоте тоже говорят, если про какого-то человека, что он подвижник, и говорят так, посмотрим, как будет умирать. Смерть покажет, как он был. Угоден Богу его подвиг или не угоден. Так что, мы и молимся о непостыдной мирной кончине своей. И еще благодарим за то, что вы рассказали с кем Отец Георгий был знаком, у кого он получался. Были, конечно, те времена, еще изобиловали такими подвижниками и божьими людьми, которые родились в те времена до революции и провести благочестие. Спасибо, Господи. Благодарим я думаю все отцы, наверное, отцы, которые с Закарпатия приехали, тоже вспоминают и могут много что вспомнить. Благочестивый уклад жизни простого населения, их обычаи соблюдать очень твердо, воскресные дни, праздничные дни, нельзя в эти дни работать, нужно молиться, и когда служба совершается, вся деревня идет и молится. А если какой-то желает переехать язычник или неверующий в эту деревню, то зачастую жители даже препятствуют, желая, чтобы в деревне все жили благочестиво. Так что в Закарпатии действительно представляю, с одной деревни 200-300 священников вышли. Такие там есть деревни. И у нас не троицы родом оттуда Закарпатской области. Ну, благодарим, я думаю, некоторые из присутствующих лично знали, были на приеме отца Георгия, получали благословение на жизнь, может, на священство даже. и заметно, конечно, влияние отца Георгия на Кубанскую митрополию, все-таки владыка Исидор не зря пригласил сюда батюшку, и многие начали монашеский путь с его благословения, видя его как пример такой истинно подвижнической жизни. Благодарим, ждем продолжения, отцы, я хотел бы завтра, чтобы мы продолжили, так же соберемся, но отец, вы заранее включаете демонстрацию, чтобы демонстрацию. Продолжение следует...